МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коммунальщики закидали снегом машину. И хотя в этом случае натянули заградительную ленту, припаркованный у дома автомобиль рабочих ничуть не смутил. Впрочем, как пишут местные интернет-порталы, в своё оправдание коммунальщики отвечают. Об уборке снега с крыш предупреждали заранее. Машины просили близко не парковать. А этот автомобиль якобы стоит у дома уже несколько месяцев. Да и снег, мол, не тяжёлый, без ледяных глыб. Поэтому о том, что легковушка могла быть повреждена, говорить не приходится. Похожая история произошла в Омске. Только на этот раз автомобиль был явно не из категории подснежник. Да и снег, судя по всему, был потяжелее. В какой-то момент у иномарки начала мигать аварийка. Возможно, от удара сработала сигнализация. Вероятно, не обошлось без ущерба. Несколько часов в Челябинске не могли устранить аварию на водоводе, сообщают очевидцы. Вода из колодца заливала дорогу. В результате несколько автомобилей застряли. Другие не могли проехать. Это вот Кулибина 13. С колодца льётся вода. Никому ничего не надо. Машины застревают. Первая машина застряла, вторая машина застряла. Вода уже подходит к подъездам. Утром женщина подходила с ЖЭКа, вызвала аварийную. Аварийная целый день простояла. На обед съездили, после обеда приехали и так же стояли они. Вот смотрите, как машины застревают. Автокран рухнул в реку с временного моста в Приморском крае. Происшествие успели снять на мобильный телефон. По словам очевидцев, водитель не рассчитал габариты КАМАЗа. Когда въехал на насыпь, под весом тяжёлой машины песок начал осыпаться. Кран юзом потащила вниз. Водитель КАМАЗа не пострадал, а вот автомобиль теперь придётся долго ремонтировать. Таран трёх легковушек на автомобильной парковке в Ростове-на-Дону. Одна из самых обсуждаемых тем Рунета. Водитель спокойно въехал на стоянку, а затем произошло нечто неожиданное. Он врезался сразу в несколько стоящих рядом машин. Теперь пользователи гадают, что могло стать причиной столь странного поведения ростовского автолюбителя. И радуются, что он приехал не на КАМАЗе. Настоящая драма разыгралась в одном из дворов Стерлитамака. Мужчина повис на высоте третьего этажа. Сообщается, что он хотел спрыгнуть, но его успели вовремя остановить и подхватить. Вот чё творит, а чё творит? Удерживаемый за руку горе Человек-паук провисел несколько минут. Попытки затащить мужчину обратно в квартиру не увенчались успехом. Очевидцы быстро сориентировались и принесли покрывало. Приземление нельзя назвать мягким, но спасти жизнь удалось. Уф, уф! Живой, нормально. В соцсетях бурно обсуждают вот эти кадры из Норильска, сделанные во время недавней бури. Мальчик с рюкзаком на спине пытается противостоять стихии и идёт против ветра, порывы которого достигают 30 метров в секунду. Он едва держится на ногах, затем падает, его тащит по снегу, но он снова встаёт и снова делает несколько шагов. Но затем снова падает, не в силах совладать со стихией. Пользователи задают множество вопросов, кто его выпустил из дома, куда он шёл, ведь школы были закрыты, какое важное дело могло заставить его так отчаянно сопротивляться ветру, и главное, почему ему не помог прохожий, который также попал в кадр, или водитель, проезжающий мимо машины. И, наконец, почему же сам автор этого видео просто снимал происходившее, но не спешил прийти на выручку ребёнку. Впрочем, и среди комментаторов нашлись те, кто смог лишь язвительно пошутить. Вроде, норильские школьники ходят в ту школу, в которую принесёт ветер. Или вместо учебников надо было кирпичей наложить в портфель. И всё же большинство искренне переживает за мальчика и восхищается его смелостью и упорством. О том, что собака не всегда друг человека, напоминает вот это видео из немецкого Дрездена, где служебному псу при патрулировании полицейскими вокзала почему-то очень не понравились двое прохожих, мать и дочь. Правда, досталось в итоге не им, а другой женщине, которую четвероногий бунтарь решительно столкнул на рельсы. К счастью, поезда в это время не было, так что пострадавшая делалась лишь испугом и несколькими ссадинами. Ну а собаку пожурили и пообещали научить хорошим манерам. Субтитры делал DimaTorzok